Всем доброго времени суток в эфире Инсталайф и это прямой эфир для абитуриентов. Сегодня поговорим о поступлении в Высшую школу международных отношений Востоковедения Института международных отношений Казанского федерального университета. Представлю наших сегодняшних гостей. На все ваши вопросы, уважаемые абитуриенты, с удовольствием ответят Альбина Марселина Имамудинова, заместитель директора по международной деятельности Института международных отношений Казанского федерального университета, Наталья Анатольевна Шадрина, доцент кафедры археологии и всеобщей истории, и Эльвира Имбелевна Камалединова, ассистент кафедры регионоведения и евразийских исследований. Напоминаю, что мы ждем все ваши вопросы в инстаграм-аккаунте Казанского федерального университета, где, собственно, и проходит эта прямая связь. Ну и для начала я предлагаю нашим гостям коротко вообще рассказать, что из себя представляет, собственно, Институт международных отношений и конкретно Высшая школа, о которой мы сегодня поговорим. Добрый день, дорогие наши абитуриенты, наши подписчики, подписчики официального аккаунта Казанского федерального университета, и также нас сегодня слушают подписчики аккаунта Института международных отношений. Сегодня это традиционный уже мероприятие, на самом деле, инсталайв для нашего института, и мы поговорим уже о второй Высшей школе. Это Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия. Напомню, что прошлый прямой эфир был посвящен Высшей школе международных отношений и востоковедения, где наши преподаватели рассказывали об образовательном процессе изнутри. Ну а сегодня мне, конечно же, хотелось бы представить вообще, что же такое наш институт, Институт международных отношений. Я думаю, что вы уже знакомы с этим названием, раз вы подключились и смотрите нас сейчас. Но это огромное структурное подразделение. На сегодняшний день это, наверное, самое крупное структурное подразделение в Казанском федеральном университете. У нас обучается свыше 6 тысяч студентов, и более того, более тысячи студентов являются иностранными гражданами из 46 стран мира. Обучение проводится у нас по 11 направлениям подготовки бакалавриата и 9 направлениям подготовки магистратуры. При этом важно учитывать, что на каждом направлении подготовки наши студенты изучают по 2 иностранных языка. А на некоторых профилях подготовки студентам дается уникальная возможность изучить еще и третий иностранный язык. Всего в линейке Института международных отношений представлено 25 иностранных языков. Сегодня, поскольку мы говорим о высшей школе исторических наук и всемирного культурного наследия, мы не можем не упомянуть историю и классическое историческое образование, которое в Казанском федеральном университете началось еще с момента создания, с 1804 года. И поэтому я сейчас хотела бы передать слово Наталье Анатольевне Шариной, которая расскажет об историческом образовании, об истории в Казанском федеральном университете. Спасибо большое, Альбина Марсельевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Хотела сказать, очень рада вас видеть, но я вас не вижу, поэтому надеюсь, что вы рады видеть нас. Я действительно хотела бы рассказать об исторических специальностях, но я бы даже, наверное, хотела акцентировать свое внимание на том, что такое историческое образование сегодня, историческая наука сегодня, и как это может пригодиться в реальной жизни. Потому что у нас есть с вами представление, которое сложилось, ну, такое классическое, вот как раз о классическом историческом образовании идет речь, что история – это наука о прошлом, изучаем мы там в основном войны, взаимоотношения каких-нибудь королей и прочие подобные вещи, которые, ну, может быть, у кого-то сложатся ощущение, что имеют не такое, так скажем, большое отношение к современной реальности. Однако я бы хотела развеять вот эти представления ваши и поговорить с вами о том, что историческая наука сегодня – это огромный пласт совершенно знаний, которые исследуют не только то, как выстраивались политические взаимоотношения в обществе, как выстраивалось само общество, но и, например, то, как жили люди в прошлом, чем они питались, во что они одевались. И тут, кстати, если вы, например, мечтаете стать, предположим, дизайнером одежды, вдруг так сложится внезапно, вы, в общем-то, можете почерпнуть огромный пласт вдохновения и увидеть, как вот трансформировались вот эти представления о том, что человек на себя надевает, как он выглядит и так далее. Помимо этого существует, например, такое направление, как гендерная история, в которой изучается взаимоотношение полов на разных этапах исторического развития. И то, как представлялись мужчины и женщины в прошлом, то, как представлялись отношения в семье, например, что такое любовь для людей прошлого. И понимая, как вот эти вот представления, идеи, мнения изменялись, мы можем с вами лучше понять себя. То есть историческая наука – это наука на самом деле не столько о прошлом, сколько, в общем-то, и о настоящем. Потому что у каждого из вас с нами есть, в общем-то, уже история на данный момент, да, и эта история формирует нас такими, какие мы есть. И по большому счету, когда мы знаем, представляем, как что-то происходило раньше, мы можем, в общем-то, гораздо с большей компетентностью понимать, что происходит сегодня. Это один момент. Другой момент, ну, естественно, мы живем в очень быстро меняющемся мире, да, и там какая-то одна профессия на всю жизнь, 4 года отучился, и потом всю жизнь вот на этих знаниях можешь прекрасно там работать и зарабатывать. Это, естественно, уже не про современность, по большому счету. Но что же нам может дать историческое образование? Давайте представим, чем занимается историк. Ну, в первую очередь, историки собирают, систематизируют, находят какие-то те или иные факты прошлого, да, то есть какие-то документы, которые мы называем источниками. Это могут быть воспоминания, записки, какие-то предметы, произведения искусства и так далее, и тому подобное. Анализируют, задают какие-то вопросы этому материалу, отвечают на эти вопросы. И дальше формулируют, собственно, свои ответы и преподносят их общественности, причем в самом разном виде, начиная от научных статей и монографий, и заканчивая, ну, например, вы наверняка знаете такой проект Арзамас образовательный, да, и множество разнообразных там инфографик, курсов и очень интересных материалов, которые тоже, в общем, делаются профессиональными историками. Посмотрите, авторов очень многих программ на Арзамасе, да. А теперь давайте представим себе профессию современную, очень популярную, модную, профессию блогера. Чем занимаются блогеры? В чем состоит работа блогера? Они, как принято говорить, пилят контент, да, ну что это такое? Вы собираете информацию какую-то, по какой-то тематике, анализируете эту информацию и представляете ее в говоримом виде. Собственно говоря, делаем вывод, что исторические специальности учат нас быть качественным блогером, в общем-то, по большому счету, потому что действительно главный навык, который вы получите, обучаясь по историческим специальностям в нашем институте, это навык работы с информацией, это то, что в современном мире крайне необходимо, да, это то, что, ну, является, ну, столпом, в общем-то, современной вот этой информационной реальности, где информация, ну, действительно правит миром, по большому счету. Анализировать, преподносить, делать выводы, искать, находить именно нужные, точные, верифицированные источники, все это позволяет сделать историческое образование, да, и, соответственно, как я думаю, вы понимаете, это применимо в огромном количестве сфер деятельности современной. Ну и вы прикоснетесь, и вам откроется целый кладезь опыта, накопленного прошлым, потому что тоже, мне кажется, вопрос, который возникает очень часто и у тех же современных блогеров, а где, собственно, брать вот эти темы, которые интересны людям? В прошлом их миллион. Я вас уверяю, вы найдете там столько всего интересного и столько всего, что может быть интересно другим, что, наверное, даже пока что вы, может быть, и не можете себе этого представить. Ну и, конечно же, жизнь студентов исторических специальностей, это вообще очень интересно. То есть учиться на ИСТФАКе, ИСТФАКе я по-старому называю, учиться на исторических специальностях нашего института, это действительно интересно. То есть это занятия, которые мы обсуждаем, там, искусство, культуру, события прошлого, людей, идеи, мнения, спорим. Наши студенты организуют какие-то невероятные совершенно фестивали, мероприятия, конкурсы. Мне кажется, у нас ни одной недели не обходится без каких-либо активностей таких, в которых вы принимаете участие. Они снимают видео, они ведут блоги, собственно говоря, посвященные тем историческим проблемам, которые их интересуют. И, в общем и целом, я прямо от себя лично скажу, что учиться на исторических специальностях, это крайне интересно. И я вас с удовольствием приглашаю со знанием дела. Большое спасибо вам за внимание. Готовы ответить на ваш вопрос. Наталья Анатольевна, вот сейчас озвучила те направления подготовки, которые так или иначе связаны с историей. Это такие направления подготовки, как, собственно, история классическая с несколькими профилями подготовки. Это антропология, этнология, это культурология, это туризм, это педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Но есть еще у нас два новых направления, которые появились не так давно и действительно занимают свое почетное место и являются наиболее популярными среди абитуриентов этого и прошлых лет. И это зарубежное регионоведение и регионоведение России. Поэтому я сейчас хочу слово передать Эльвире Имбелевне Камалединовой, которая является и куратором студентов с этого направления и активно занимается и студенческой жизнью, студенческой деятельностью нашего института. Спасибо, Альбина Марселевна. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Наталья Анатольевна, вы так хорошо рассказали про историю, что мне правда хочется поступить. К сожалению, я не обучалась в данной высшей школе. Но сейчас мне посчастливилось работать ассистентом кафедры регионоведения и вразийских исследований. Как уже сказала Альбина Марселевна, у нас, наверное, одна из самых молодых кафедр в институте. Но, несмотря на это, на нашей кафедре работают высокие профессионалы. Например, Подров Олег Вячеславович, я думаю, что многие слышали о нем. Юршов Андрей Николаевич. Что же такое зарубежное регионоведение? Очень часто, встречаясь в приемной комиссии с абитуриентами, они говорят, классно звучит, и вроде бы предметы очень классные. А что такое, мы не понимаем. Поэтому сегодня я попробую рассказать вам о том, что изучают наши студенты, какие предметы, и кем они работают в дальнейшем, где они проходят практику. Наши студенты изучают два иностранных языка. Это английский и второй, либо европейский, либо азиатский язык. Также наши студенты изучают современную историю, не так глубоко погружаясь, например, в Средневековье, как это делают классические исторические специальности. Но также историю 19-х, 20-х, ну и, естественно, 21-го века также. Наши студенты изучают экономику, культуру разных стран. Зарубежное регионоведение, наверное, и в целом слово регионоведение в себе уже несет особенность данной специальности. Наши студенты изучают отдельно выбранные регионы. Соответственно, они становятся специалистами достаточно узкого профиля, но их знания в этой области очень широкие. И, например, вот буквально сейчас, в июле, в июне месяце наши студенты проходят практику. И студенты сейчас проходят практику в Министерстве культуры, в Министерстве по делам молодежи, в Агентстве инвестиционного развития. Ну и еще в нескольких очень интересных местах. Если вы к нам поступите, вы об этом узнаете более подробно. Что же, если мы с вами поговорим про регионоведение России, тоже очень интересная специальность, потому что, проживая в России, я думаю, что нам, конечно же, необходимо знать про отдельно каждый регион. И если вы изучаете определенный регион и потом возвращаетесь туда специалистом в этой области, я уверена, что у вас будет большой спрос на рынке труда. И, наверное, я немножко также расскажу про студенческую жизнь, потому что, конечно же, обучение в Институте международных отношений — это не всегда, и это не только занятия, это не только пары. На базе нашей кафедры работает студенческий научный кружок «Глобус», руководителем которой является Олег Вячеславович, о котором я уже говорила выше. Ребята также в формате дебатов обсуждают различные тематики, и, конечно же, это помогает им развивать свои ораторские качества. Наши студенты, так же, как и все абитуриенты Института международных отношений, первого курса проживают в общежитиях деревни Универсиады. Я думаю, что если вы в Ютубе вобьете видео под названием «Деревня Универсиады», у вас будет огромное количество материалок, с которым вы можете ознакомиться и убедиться в том, что это общежитие является одним из самых лучших сегодня в России. И, конечно же, наши студенты учатся в различных зданиях. У нас сегодня три здания работают. И основное, конечно, мы базируемся на «Лево-Булачин-44», поэтому, если вам будет интересно, вы можете прийти, посмотреть. Конечно, пока вас без студенческого не пустят, но хотя бы пройти рядом, почувствовать эту атмосферу, у вас всегда есть возможность. Большое спасибо за столь подробное вступительное слово. Я предлагаю перейти к блоку вопросов, которые у нас все-таки присутствуют. И первый, наверное, самый популярный вопрос, который будет волновать чуть ли не всех абитуриентов, это сколько бюджетных мест, на каких направлениях они есть, и, соответственно, какой направлений самый большой конкурс. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, да, это самый актуальный вопрос для наших абитуриентов, хотя вы наверняка уже владеете данной информацией. Дело в том, что на сайте Казанского федерального университета есть такой документ «Контрольные цифры приема», КЦП так называемый. И каждый абитуриент обязан ознакомиться с этим документом. Что касается направления подготовки конкретно этой высшей школы, то здесь, я думаю, что Наталья Анатольевна не даст соврачную историю у нас в этом году. 55 бюджетных мест, на культурологию 30 бюджетных мест, на антропологию и этнологии 17 бюджетных мест, на регионоведение России Эльвира Эмбелина 12 бюджетных мест, на зарубежное регионоведение 12 бюджетных мест. Что касается направлений подготовки других высших школ, это лингвистика тоже одно из самых популярных наших направлений, то там 35 бюджетных мест, на международных отношениях 20 бюджетных мест. На самом деле, каждое направление подготовки, в свою очередь, является популярным и конкурентноспособным. И действительно, ребята в этом году, у них гораздо больше преимуществ, потому что они поступают и сдают ЕГЭ в нескольких областях. То есть, если раньше по контрольным цифрам приема было доступно, допустим, сдача только трех экзаменов, да, истории, общества знаний и русский язык, то теперь предоставляется вариация этих ЕГЭ. То есть, вы можете сдать профильный предмет в обязательном порядке, это история и русский язык, и затем вот эта серединочка, она все время меняется. То есть, наш институт, если вы сдавали ЕГЭ, история, иностранный язык, русский язык, математика, общество знаний, то вы конкретно наш абитуриент, абитуриент Института международных отношений. И здесь, конечно же, все зависит от той подготовки, которая у вас была в вашем предыдущем образовательном учреждении, насколько вы сдали единый государственный экзамен. Я хочу сразу же сказать о том, что дополнительных вступительных испытаний на направление подготовки в Институт международных отношений сдавать не нужно, ребят. Либо вы сдаете ЕГЭ, если вы после школы, гимназии, лицеи, либо вы сдаете вступительные испытания на базе Казанского федерального университета, которое вот-вот уже стартует с 12 по 28 июля, а точнее по 26 июля. Или 26 июля у нас это резервный день. И там как раз ребята из иностранных государств, из Российской Федерации могут принять участие в этом тестировании, в этих вступительных экзаменах и показать действительно хороший результат. И уже претендовать на квотные места за счет бюджетных ассигнований. Вопрос, который, наверное, второй будет по популярности после этого. Здравствуйте, если я сразу заключу договор на востоковедение, ну, в принципе, на любой специальности, допустим, на любое направление подготовки, плюс согласие на зачисление, будет ли это значить, что я точно буду зачислен? Ребят, есть вот еще один такой документ, который тоже вам необходимо знать, из-за владельства информации. Есть минимальные проходные баллы на контрактную форму обучения. Вот минимальные проходные баллы на бюджет, они всегда меняются, да, из года в год. Потому что мы не знаем, какое количество ребят будут поступать, мы не знаем, на сколько баллов они сдали ЕГЭ, да, или сдадут вступительные испытания. Здесь минимальные проходные баллы на контракт, они разнятся у иностранцев и разнятся у россиян. Вот по нашему институту, если вы набрали 140 баллов, вы можете претендовать на поступление, на направление подготовки, туризм, педагогическое образование, антропология, этнология, культурология, история, зарубежное регионоведение, регионоведение России. Если вы набрали 150 баллов по трем экзаменам, то вы можете претендовать на заключение договора по направлению подготовки лингвистика. Это касается и очной формы обучения, и очно-заочной формы обучения. Если вы набрали 165 баллов, то вы можете претендовать на заключение договора об оказании платных образовательных услуг по направлению подготовки международных отношений, поскольку там 4 экзамена, да, «История общества, знания русский и иностранный язык». И если вот вы набрали это минимальное количество баллов, вы можете подать заявление о согласии на зачисление на договор, то есть если вы чувствуете уже, что вы на бюджет точно не проходите, а мы рассчитываем, что на бюджет это у нас 250 баллов плюс, да, то вы смело можете подавать заявление о согласии на зачисление на договор, мы это заявление подтверждаем в приемной комиссии, вы заключаете договор либо дистанционно, либо приходите на Кремлевскую 35 и заключаете его очно в договорном отделе в 109 кабинете, соответственно, в течение пяти рабочих дней вы оплачиваете этот договор, первый год вы оплачиваете полностью, второй, третий, четвертый курс вы оплачиваете по семестрам, первый семестр до 1 сентября и второй семестр до 1 февраля. И после этого присылаете квитанцию либо мне, и также эту квитанцию, чек об оплате прикрепляется в свой личный кабинет в раздел дистанционное заключение договоров. После этого информация поступает до бухгалтерии Казанского федерального университета, информация поступает до нас, до приемной комиссии Казанского федерального университета, до сотрудников Института международных отношений, и в первый приказ вы уже сможете попасть. Первый приказ у нас о зачислении на контрактную форму обучения будет 23 августа. Поэтому если вы набрали минимальное количество баллов, заключили договор, оплатили, то вы в любом случае попадете в этот приказ. Достаточно сильно тут интересуется магистратура, я немножко успел поотвечать. Давайте еще озвучу вопрос, который остались. Скажите, пожалуйста, какие документы нужно взять с собой на вступительное испытание на магистратуру? Что с собой должен нести абитуриент именно магистратура? Я хотела бы, чтобы по направлению подготовки именно историческим вы рассказали нам, какие документы им необходимо с собой взять, какой экзамен они сдают. Какие вы все-таки предъявляете требования к абитуриентам магистратуры? По поводу магистратуры, ну вот вы можете, самая, я думаю, простая, как вам сказать, механизм действий, вам нужно обратиться на ту кафедру, которая эту магистратуру открывает. То есть вы можете посмотреть, ну как бы вот все требования на сайте Казанского федерального университета и обязательно связаться с руководителем магистратуры, поскольку для каждой магистратуры, да, у нас несколько магистратур исторических специальностей, есть заочные, есть очная форма обучения. И, в общем-то, каждая магистратура определяет свои требования для поступающих, свой формат экзамена, свой перечень вопросов, да, и то, на что обращают внимание при поступлении, при зачислении. И, соответственно, как-то вот комплексный какой-то ответ сразу по всем магистратурам вам, собственно, никто не даст. Именно поэтому вам нужно определиться с тем направлением подготовки с той специальностью магистрской, которую вы планируете выбрать, и обратиться к руководителям этой магистратуры, обратиться непосредственно на кафедру. Либо вы можете тоже подойти на Кремлевскую 35, сейчас идет приемная кампания, и на Кремлевской 35 у нас работают сотрудники нашего института, которые, ну, там, как раз вот разных направлений, разных специальностей, и они смогут вас более подробно проконсультировать по этому вопросу. Вот я здесь еще хотела бы добавить, какие документы вообще необходимы для поступления. Я напоминаю, что в этом году у нас такой прием двойной, да, и очный, и онлайн. И ребята у нас регистрируются на сайте Буду студентов Казанского федерального университета, либо подают заявки через госуслуги. Что касается поступления в наш университет через социально-образовательную сеть Буду студентов, вы регистрируетесь в этом аккаунте, заполняете все полианкеты, при этом прикрепляете документы, документы об образовании, отдельно приложение, паспорт с регистрацией, фотографии 3х4 в PDF формате, а также согласие на обработку персональных данных. После этого вы переходите к подаче заявления. Если вы абитуриент бакалавриата, вы можете подать на 5 направлений подготовки. При этом, если вы подаете у нас и на бюджетный контракт, а я советую всем изначально подавать заявление и на бюджетный контракт, чтобы была вот эта подушка безопасности, да, чтобы вы вовремя смогли перекинуть заявление о согласии на зачисление на контрактную форму обучения, если вдруг вы не поступите на бюджетную форму обучения. Далее вам необходимо будет заполнить заявление, заявление о приеме. Оно формируется автоматически. Вы его распечатываете, подписываете, сканируете вот эти две странички одним PDF-файлом и прикрепляете туда же в личный кабинет, нажимаете кнопочку «Сохранить». Это очень важное условие, потому что многие ребята, сейчас абитуриенты, просто подают заявление, не прикрепив никаких документов. Такое заявление принято не будет. Далее, что необходимо для подачи еще, да, заявлений. Если, допустим, вы подаете как льготник, либо на целевую форму обучения, то здесь, естественно, необходимы еще дополнительные документы. И я еще хотела бы сказать заранее по общежитию, вот Эльвира Эмбелевна сегодня уже упоминала, при заселении в общежитии необходим определенный перечень документов. После того, как вы, ребят, поступите, есть определенный регламент, согласно которому вы будете действовать для того, чтобы вы заселились. Вот, Эльвира Эмбелевна, могли бы вы еще ознакомить наших абитуриентов по перечню? Да, конечно. Что касается заселения в общежитии, наверное, самое первое, если вы нуждаетесь в общежитии, обязательно не забудьте указать это в заявление. Если я не ошибаюсь, там есть кнопочка, потому что если вы не нажмете на эту кнопку, то, соответственно, вы выпадаете у нас из всех списков, на вас рассчитывать мы не будем и места под вас не оставим. Поэтому, пожалуйста, вот уже на этом этапе будьте внимательны. Что касается заселения, после выхода всех приказов о зачислении, у нас в группе как АСКМО, так и в группе Института международных отношений появляется информация с печечным всех документов. Но что же это такое? Это, конечно же, копия паспортов и оригинал паспорта. Это должна быть свежая флорография, поэтому, если у вас сейчас есть время, вы можете как раз-таки в летний период это сделать. И также нужна будет справка формы 086. Но обратите внимание, что когда вы сдаете кровь, то у вас справка должна быть не позднее трех дней. Поэтому я вам сейчас, наверное, не буду рекомендовать проходить медосмотр. Это нужно будет сделать непосредственно перед заселением. Также обратите внимание, что у каждого института свой день заселения. В целом абитуриенты Казанского, уже, наверное, первокурсники Казанского федерального университета заселяются в течение всей недели. Если вы приезжаете не в свой день, то вас не заселяют. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Информация также появится уже к концу августа, в какой день именно будут заселяться студенты нашего института. Спасибо большое. Ну и что касается вступительных испытаний и расписания вступительных испытаний. Ребята, все пользуемся интернетом, поэтому можете в адресной строке вбить расписание вступительных испытаний КФУ 2021 магистратура или же бакалавриат. И первая ссылочка у вас выйдет первый PDF-файл, в котором будет как раз и расписание, в котором прописаны и дни консультации, и ссылочки данной консультации, и сами вступительные испытания. При этом важно отметить, что вступительные испытания в этом году проводятся как очно, так и дистанционно, одномоментно. Вы можете прийти и сдать вступительные испытания, там указано, да, где и в какой кабинет. Либо же вы можете присоединиться по ссылке Zoom, либо же это вы сдаёте в личном кабинете во вкладке «Вступительные экзамены». Но это для бакалавриата и для тех, кто поступает на направление подготовки, где предусмотрено тестирование. Тоже достаточно популярный вопрос. Насколько специальностей можно подавать документы? Если на каждую специальность я планирую подавать документы и на бюджет, и на коммерцию. Как вот это правильно высчитывается? Вот смотрите, если вы подаёте документы на бакалавриат, вы выбираете направление подготовки, допустим, международное отношение. Вы подаёте заявление отдельно на бюджет, отдельно на контракт. Это считается одним заявлением. Если вы подаёте документы и заявление о приёме на направление подготовки лингвистика. Лингвистика у нас представлена двумя формами обучения. Это очная форма и очно-заочная. И на каждой из них есть и бюджет, и контракт. Но направление одно. Поэтому если вы туда подадите и на очную форму обучения, и на бюджет, и на контракт, и на очно-заочную, и на бюджет, и на контракт, то в целом у вас тоже получится одно заявление. Что касается направления подготовки педагогического образования. Каждый институт Казанского федерального университета, ну практически каждый, он имеет свою профилизацию по этому направлению. Профиль нашего института – это истории иностранные языки, европейский и восточный язык, и истории и общество знания. Вот если вы подаете, допустим, в институт математики и механики на направлении педагогического образования, на бюджет и на контракт, вы подаете заявление в институт международных отношений на направлении подготовки педобразования, допустим, на профиль подготовки истории и общества знаний, и на бюджет и на контракт, и в каком-то другом еще институте. Это будет считаться все равно одним заявлением. То есть вы смотрите только на название направления подготовки. Это уже считается одним заявлением. Всего вы можете подать пять заявлений на направлении подготовки Казанского федерального университета. И это для бакалавриата. Что касается магистратуры, там такого деления нет. Вы можете подать, конечно, большое количество заявлений, бесконечное множество, но при этом важно учитывать еще и профили магистратуры. Когда вы подадите заявление на направление подготовки магистратуры, у вас высветятся магистрские программы. И вам нужно в ранжированном списке их пронумеровать. Какую магистрскую программу вы считаете наиболее подходящей для вас, вы ставите номер 1 и далее по нисходящей. Это нужно будет учитывать. То есть на бакалавриат 5 направлений подготовки, а в магистратуру бесконечное количество направлений. Вопрос, который, сколько бы ни объясняли, будут продолжать задавать. Как будут проходить дистанционные вступительные испытания? Тоже достаточно популярный. Камера, вот это вот все. Вступительные испытания на базе Казанского федерального университета для тех, кто поступает после среднепрофессионального образовательного учреждения, либо же после, если является абитуриент иностранным гражданином. Для них вступительные испытания проходят в двух форматах. В очном и в дистанционном. Что касается дистанционного формата. Если вы являетесь абитуриентом бакалавриата, то вы заходите в свой личный кабинет в день экзамена. С 9 до 2 часов вкладка экзамены работает. Вы заходите в свой личный кабинет. Там есть вкладка вступительный экзамены. Вы заходите на эту вкладку и попадаете в окно, в котором прописаны все экзамены и ссылочки к ним привязаны. Вы выбираете, допустим, русский язык. У нас 12 июля. Время 9 часов утра вы зашли в личный кабинет, зашли на вступительный экзамен. Увидели, что работает активно ссылка пройти тестирование. Вы нажимаете на нее, попадаете в диалоговое окно программы «Экзамус». И далее происходит проверка вашей техники. В первую очередь вам необходимо, чтобы вы были в комнате один, одна. То есть никого и посторонних там быть не должно. Второй момент. Не должно быть посторонних шумов. Третье. Должен быть стабильный интернет. Четвертое. Необходима работающая веб-камера. Либо, если у вас компьютер, вы подключаете просто эту веб-камеру. Если же у вас ноутбук, то все гораздо проще. Она просто у вас автоматически включается. Перед началом экзамена вам необходимо будет подготовить свой паспорт и открыть его на странице, там, где у вас указана ваша фотография. Вы показываете свое лицо с развернутым паспортом так, чтобы камера фиксировала ваше лицо на фотографии и ваше лицо в реальности для того, чтобы пройти идентификацию личности. После этого проверка завершена, и вы уже переходите в само тестирование. Тестирование проходит для каждого экзамена по-своему, допустим, по истории 3 часа 55 минут, так же, как и ЕГЭ, потому что все материалы разрабатываются по контрольно-измерительным материалам единого государственного экзамена. После того, как вы завершаете экзамен, вы закрываете, соответственно, диалоговое окно, нажимаете «Завершить тестирование» и ждете результатов. Результаты появляются в течение трех рабочих дней после того, как вы завершили данные тестирования и высвечиваются у вас уже в личном кабинете. Что касается вступительных испытаний по магистратуре. По магистратуре вступительные испытания также проходят в двух форматах. Это очный и дистанционный формат. Если вы выбрали направления подготовки, такие как туризм, антропология и этнология, зарубежные регионоведения, то вы попадаете также в базу тестирования, которую я описала выше. Есть те направления подготовки, которые, как сегодня озвучивали, такие как история, международные отношения, лингвистика. Там действуют вступительные испытания в дистанционной форме уже через площадку Zoom. То есть вы проходите по вкладке расписания вступительных испытаний, вы видите дни консультации, дни экзаменов, и там есть действующие ссылки. Они выделены синим цветом. Вы по ним проходите в день экзамена в 9 часов утра по московскому времени и подключаетесь, соответственно, к Zoom-сессии. В этой комнате находятся наши председатели экзаменационной комиссии, наши преподаватели, которые вам также дают вопросы, и вы спокойно на них отвечаете. Также после этого подводятся итоги в течение трех рабочих дней, и результаты высвечиваются в личном кабинете. Большое спасибо за столь подробные ответы. Я думаю, что у наших абитуриентов практически не осталось вопросов. А если вдруг они остались, то можно их всегда задать в инстаграм-аккаунте конкретно Ask.mo. Я думаю, там вам с радостью ответить. А я напоминаю, что в эфире у нас был InstaLive с Институтом международных отношений Казанского федерального университета. Оставайтесь с нами. Впереди у нас еще много всего интересного. Академия Казанского федерального университета. Казань Казанского федерального университета. Продолжение следует...